всем привет с вами кузнецов это очередной свежий просто свежайший выпуск что в рюкзаке и начинаем по классике мы начинаем копаться в моем ранце и я на этой неделе получил письмо и это реально письмо вот такой я просто с него немножко кайфанул потому что но с марками тут написано рукой просто человек писал мое имя адрес просто рукой это прикольно это заказная бандероль классически с книжкой потому что если вы смотрите мою передачу то вы наверное помните что всегда книга я ее еще не успел прочитать поэтому я не буду долго про нее рассказывать типографика эрик грил размышления о трудах и буднях англии тридцатых годов и о влиянии типографика очень странно написано я просто еще не успел изучить но в общем про визуальный вид города скорее всего здесь написано и я думаю моему городу нужно развиваться визуально как и многим другим городам и помимо этого письма на этой неделе но это же прошлый век сейчас современные технологии я получил еще одно письмо на почту она как бы не столь важно мне просто понравилась немножко формулировка в общем письмо которое получил на почту там была переписка по по работе и просто я отправил я обычно скидываю исходники то есть готовлю папку то есть там есть файл корла файл иллюстратора файл епса ну типа чтобы для всех и человек мне ответил что у нас на маках нет корала и улыбнулся вы знаете как я к этому отношусь и тут я хочу немножко поговорить про что про то что если зайти в любой дизайн паблик и увидеть там какой-нибудь пост про корал дроу начинается дикий срач подогрелась подогрелась курочка опять начинается всегда дикий срач по поводу того что набегают люди которые работают в иллюстраторе и кричат что корал это прошлый век корал для там дебилов корал полное говно и тому подобные вещи то есть ну и работают не настоящий дизайнер вообще в корле ну да я короче по итогу не настоящий дизайнер как там не знаю условный вова лифанов то есть супрематика это не настоящая дизайн-студия потому что вова работает в корле хочется сказать про что про то что проще дизайнер обучить программе чем знающего программу дизайну если в башке что-то есть и человек шарит то уверен что он и в пейнте вам соберет охуенное что-то поэтому ребята вот эти воины иллюстратор корал кому что удобнее мне я начинал работать в корле мне блять удобнее в корле ты начинал там работать в люстре ну пожалуйста я же я же не бегу к тебе домой не забегаю не выдергиваю твой аймак там из блин грёбаной розетки и не говорю что это полный буллшит не приношу свой старый патефон и не включаю корал я работаю как мне удобно ребята а на результат может быть очень крутой даже ты взял бумажечку и ручкой что-то там сварганил лисицкий свои годы в начале двадцатого века не было вообще компов ну типа не было даже просто розеток скорее всего нормально ребята делали поэтому надеюсь люди адекватные в дальнейшем срачи будут меньше разводить по этому поводу потому что на мой взгляд это реально глупо с этим разобрались не буду короче тянуть потому что предстоит я так подозреваю очень долгая беседа и чтобы наш хронометраж немножечко все-таки не растягивается таки пишите на долго долго приехал человек который я не видел два года лёху поэтому я просто очень быстро хлопаю лёха очень быстро появляется я прям рад его видеть привет здорово алексей кудрявцев очень рад тебя во первых видеть то есть это тот человек чей голос вы слышите каждый раз когда включаете свежий выпуск моей передачи сделано джингл спасибо за это тоже большое музыкант не только битмейкер продюсер я знаю ты сегодня сдал в ремонт ноутбук да и ты нечего показать это таскаешь в рюкзаке слушай ну ты хотел что-нибудь показать да там но ну так планировал я я знаю что у тебя в рюкзаке колоночка джибель это неплохо дешево неплохо играет зарядка портативную минису неплохо ну и свитшот гуччи все свитшот гуччи стоит дороже чем помещение в котором мы снимаем видимо на сегодня минуты без ноутбука печально до чем ты планируешься заниматься эти две недели просто без работы не знаешь все началось с того что его вздулась батарейка я сидел как обычно писал музыку его то есть я новой музыки ты нам не покажешь сейчас в отсутствие ноутбука слушай но я подумал что может ты можешь продемонстрирует свои вообще музыкальные таланты на чем-то у таком вау то есть можно написать хит используя вот этой твоего 4 этого недостаточно сейчас будет битуля примерно я я думаю это неплохо твои прогнозы вот рэп сейчас да в топе получается будущее зачем чтобы после рэпа я думаю что трэп музыка станет поп музыкой в том виде каком она сейчас есть она 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 больше такая обрастет каким-то попсовыми фишками пением но саунд я думаю что саунд сейчас придет в мейнстрим трэп звучание придет мейнстрим вообще она заполонит то есть я думаю даже пододвинет хаос на прямую бочку и то что то что сейчас актуально хотя в россии прямая бочка и хаос музыка всегда актуальна то есть по всем радио там европа плюс на любой дискотеке ты услышь именно это но по моим прогнозам трэп музыка станет мейнстрим в россии какой-то момент то есть грубо говоря трэп артисты станут настолько же популярна той более популярные будут собирать больше чем поп артист но кардинально новое что будет или уже я думаю что это будет какой-то микс стилей микс стилей и все это будет вот так вот знаешь как она меняется сначала очень злая дерзкая грязная музыка потом добрая легкая позитивная потом опять грязная дерзкая легкая позитивная вот так вот на этих волнах мы и качаемся можно даже провести какие-то параллельные чё щас сейчас грязь да модно трэп ну типа ну типа вся молодежь слушать соответственно следующее это будет такая лайтова ну вот как раз фидук это другая страна выпуск имени фидука сегодня лёхну в двух словах для простого мальчика из воронежа который не очень понимает вообще что происходит в мире на пальцах чутка блокчейн блокчейн да блокчейн же это распределенная сеть распределенная между всеми участниками децентрализованная то есть не имеющего единого центра какого-то который всем управляет сеть база данных распределенный реестр так скажем реестр транзакции транзакции это собственно платежные операции но не только платежные там можно какую-то информацию тоже передавать но это все позже так вот распределенный реестр между всеми участниками которые невозможно удалить невозможно потому что нет единого центра нет такого сервера который нужно выключить и все закончится нет это надо удалить у каждого участника кошелек тогда блокчейн не будет а это вы сами понимаете нереально биткоина не будет я имею ввиду то есть биткоин будет всегда и он еще всем покажем ого-го-го-го-го будущее за биткоин за блокчейн системы зачем будущее блокчейном и искусственным интеллектом вот эти в связке две штуки будут в принципе во всех сферах бизнеса беспользоваться в том числе я разрабатываю приложение если об этом еще не рассказывал этой передачи по моему такого не разрабатываю приложение которое частично работает на блокчейне частично будет централизована это и тупи person to person marketplace контента с регистрации прав то есть любой может что за контент музыкальный контент я например как музыкант у меня была большая проблема куда реализовать свою музыку везде какие-то препятствия везде надо проплачивать за рекламу все площадки централизованы то есть я искал такую площадку где можно будет просто свой контент где-то оставить не заморачиваясь регистрации прав и его любой смог бы купить вот собственно такого площадки не нашел и мы разрабатываем ее с ребятами саргда запуск когда мы не происходим думаю что весной 19 года будет уже альфа версия то есть уже будет рабочий интерфейс и так далее ну весна-лето вот так скажем весна-лето будет уже рабочий интерфейс вот а также у нас есть своя криптовалюта она создана как раз было для этого приложения и также она для регистрации прав сейчас используется уже то есть любое название и также любой контент уже сейчас можно зарегистрировать любое ты говоришь музыка это будет только музыка или там перспективы на с помощью токена ppl svg можно зарегистрировать любой контент любое название любую медиа какую-то информацию текст аудио картинки видео просто сейчас весь вопрос в объеме данных которые туда можно запихнуть но есть инструмент разработанный мной двухэтапный который позволяет дату то есть данные эти хранить ученики соответственно иметь неудаляемый источник иметь подтверждение что это ты действительно создала ты подтвердил ты загрузил и ты всегда сможешь это доказать имея транзакцию вот блокчейн то есть сегодня с помощью нашего токена можно за бесплатно себе любое название любую торговую марку зарегистрировать и то есть там со всем бесплатно ну там это будет долю копейки то есть это там self transaction делаешь сам себе транзакцию пишешь любую информацию приходит тебе же и все ты зафиксировал это в блокчейне у нас токен торгуется уже и на бирже у него уже капитализация приличные торговли идет это так развивается у нас токен утилити то есть он именно технически используется то есть есть токена которые созданы только для привлечения финансирования у нас это технически используемый продукт и также мы можем подарить каждому уже сейчас по три штучки например нашу токена который в будущем будут стоить гораздо дороже мы расскажем как это сделать но подарим зрителям очень просто да это нужно установить кошелек в с платформ мы ссылочку ссылочку оставим конечно вот качайте кошелек присылаете в какую-то группу например вот ну да в паблик что в рюкзаке нужно тогда будет кинуть получается это номер кошелька номер кошелька в какую-то отдельную беседку там или в отдельную чем и мы вам потом на этот кошелек скинем уже ваши валюты у вас дарим токены да у вас будет лежать и когда-то они будут стоить очень дорого вы сможете уже сейчас продать на бирже правда сейчас они стоят ничего практически сколько ну там от одного до четырех центов сейчас цена прыгает там в перспективе от конечно когда у нас будет реализованное приложение она будет работать внутри приложения то есть все транзакции будет происходить именно через наш токен вот тогда его цена конечно там поднимется до больших высот так что возьмите на заметку я думаю это может быть интересно слушай ну давай тогда про музыку приложение музыкально сколько лет лёг ты занимаешься уже фух я тут пытался это уже недавно это спрашивал что ты ответил тому кто это я скажу самого начала с 14 лет где-то примерно я занимаюсь музыкой у меня у отца был музыкальный магазин я приходил в этот музыкальный магазин за его компьютер садился и собственно там была программа с он форша сначала нарезал какие-то файлы пытался в одну дорожку выстроить потом не хотелось много дорожечный какой-то секвенсор типа секвенс секвенсор да ну какой-то много типа мне хотелось выставить параллельно еще там барабана набить сэмпл какой-то нарезал и не понимал как это делается узнал что есть эйсит скачал эйсит и с этого началась моя компиляция вот музыкальная резал какие-то сэмплы сиди и таким образом писал музыку потом уже там фрукти лупс версия номер 4 пошла и все с этого закружил и завертелось 2000 где-то девятом году уже купил маг потихонечку начал изучать лоджик но все равно работал очень долго на фруктах потому что маг для меня было что-то такое очень сложно потом я просто комп решил вырубить и решили что барак решила изучать лоджика фигела насколько это круче качественнее прям более высокого уровня продукт от apple я еще познал далеких временах у меня даже был iphone 2g самый первый да в городе у нас мало у кого были у меня и у моего директора короче когда я еще в переходе работал диски продавал непростое было время но веселое слушай ну это самое ты будешь в итоге делать ты писал что там сделаешь полную версию песни типа что в рюкзаке короче там ну когда я немножко загорелся загорелся вполне вполне может быть ну типа не исключаем да такой вариант вполне может прикольно я послушал если поставил на звонок ну просто на самом деле у меня на звонке она стоит и короче ну всех типа заябывает немножко и а потом все ходят и короче так или напевают но хит на части то доля хита в этом есть поэтому ну прикольно доля хита есть в любой песне с повторяющейся фразы она объедается в мозг есть некоторые уловки в музыке не буду об этом рассказывать но их использую делать музыку типа с уловками знаешь как переводится трэп я забыл ловушка ловушка именно поэтому потому что вся состоит из уловок и стрещалочек это все тоже микро уловки смотри я знаю что во первых очень долго и упорно да ты делаешь 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 хорошо конечно у тебя гора просто коллабов там от слима на блин кравца от lg до фидука да по не продюсерс да не в плане ну в да в любом случае это то есть работой то есть я вот все жду когда там в топах айтюнса рядом с фидуком появится даффи есть ответ почему до сих пор со всей твоей работы со всем твоим качеством которые выше я считаю ну некоторых скажем так которые сейчас грубо говоря в топе где лёха лёха стремится музыкальной индустрии лёха делает все для этого даффи снял парочку классных клипов они уже висят кстати в интернете есть парочка клипов которых еще нет в интернете они скоро будут вообще это очень интересная классная история как мы снимали клипы вот я и ты мы с моим товарищем и классным чуваком другом коралл колор который пишется двумя ел и коралл и колор вот поехали в сочи просто вот так вот мы встречаемся и говорю чувак ты снимаешь игру поехали в сочи снимем клепец он такой да помчали и взял купил классную линзу у него тоже сонька как у вас сонька мармеладу да вот он купил очень классную линзу у него есть квадрик фантом он крутой пилот мы до этого кстати в в воронеже сняли один клип который тоже скоро выйдет который называется мы такой пост-апокалиптический клип так вот и я говорю чувак помчали в сочи он такой да говно вопрос помчали и мы сели с ним и помчали в сочи приехали в сочи и 10 дней в адлере в олимпийской деревне мы 10 дней каждый день с утра до вечера снимали и наснимали наверное два видео мы определили что у нас будет два клипа один вот клип смонтирован уже который я и ты он уже лежит в сети можете посмотреть а второе клип сейчас в монтаже спойлер называется он хай хай и хай в смысле что-то китайское хай в смысле да и клип монтаже а клип мы тоже он уже монтаж готов но сейчас делать спецэффекты уже где-то два месяца не можем найти тех людей которые сделают нам качественные спецэффекты уже трех людей просили но пока ждем пока ждем так что он как минимум еще два клипа будет которых вы не видели или уже видели или уже видели тут сложно разобраться мы так выпускаем как минимум мы еще но ты клипа также выпускаешь поэтому да как минимум еще один будет клип который в ближайшее время полечу в москву снимать плечу на ягуаре с корешем вот и много чего делаю много треков пишу вообще новых не только в экспериментальных стилях и по рэп и рэп сейчас пишу то есть не забросил вообще нет просто крайне все песни они все-таки больше такой поп я потерял тебя с локаторов вот этих вот я тебе так скажу мне поп музыку и вообще припевы и короткие тексты писать гораздо проще чем рэп для меня вообще текстовая часть песен она такая тяжелая достаточно то есть если музыку я сажусь аранжировку делаю за раз вообще всем всем и творчество так так выглядит что я сажусь делаю и до какого-то определенного результата и скорее всего этот результат уже очень близок конечным то есть это забыл как называть слово что за раз какой-то до результата определенного я дохожу вот очень не люблю доделывать очень не люблю что-то там пересводить переделывать вот то есть делаю и это уже близко готова слушай ну а лейбл что-то я слышал за твой лейбл который грозит и вообще разнести в индустрию да мы в прах и пух одноименный с нашим токеном лейбл открываем ppl svg пока не ясно где он будет зарегистрирован в россии или не в россии сейчас идут переговоры там в амстердаме возможно мы будем его открывать и собственно это лейбл будет заниматься тем что выпускать также артистов продвигать только на более лояльных условиях нежели существующие лейбл существующих сейчас я так слышал прям и собственно мы будем использовать технологию блокчейн для регистрации прав и встраивать вот эту инновационную составляющую в наш бизнес вот таки дела ясно лёх слушай смотри какой вопрос ты вообще кто нет я я решила что я буду у всех спрашивать кто приходит ко мне в гости вот творишь цель москвич слушать душой воронеже вот ну конечно я же здесь родился говорю у меня весь воронеж это как мой дом родной есть говорю куча чуваков которым я всегда рады видеть и мне с ними комфортно как со своими родными воронеже куча мест куда я могу пойти и и просто там порасслабляться я не знаю поговорить на какие-то спокойные темы почилить и не забивать себе голову не бежать никуда вот но все-таки для самореализации каких-то творческих людей воронеж не очень подходит почему я думаю все-таки это провинция во всех во всех странах все стремятся в мегаполис и в мегаполисе всегда вся движуха не считая конечно там америке которая где есть голливуд там почему не сделать там условно из воронежа там у нас вся индустрия сосредоточена в москве музыкальной индустрии у нас в остальных провинциальных городах включая санкт-петербург музыкальной индустрии как таковой нет то есть если артист себе хочет самореализовать ему дорога только в Москву я так считаю ну допустим в Москву ну и все типа с этим нужно смириться там желание там перенести я думаю создавать материал можно везде хоть в тундре знаешь сидеть создавать материал находить какие-то коннекты сейчас есть интернет там как минимум может в тундре нету у меня есть ну понятно да ну я считаю что без нахождение так скажем в тусовке этих музыкантов всех и медиа лиц селебов там как хочешь назови я думаю артисту не быть артистом потому что ну все таки все зависит от позиционирования как тебя позиционируют люди и если они тебя видят рядом собственно говоря с уже устоявшимися артистами они скорее всего тебя в эту впишут в эту категорию а если они тебя видят сидящим в своем провинциальном городе ну в принципе они так к тебе и будут относиться как провинциальный музыкант я так думаю ну я думаю во всем везде есть исключение вот у нас в Воронеже есть молодые ребята которые просто сейчас взорвут трэп индустрии скоро я не буду называть их то есть ну а бэйби скажи просто бэйби пусть они сами думают и ищут и познают кто это это куча ребят очень крутых а то есть прям куча ну сколько их окей ну я думаю восемь человек солидно да и они сейчас делают очень грязное такое грязное музло с воронежскими оттенками такими уличными так скажем и в то же время очень современно и в тему то что сейчас актуально я думаю они взорвут они прям могут уже будем их слышать видеть вот наш лейбл собственно будет их издавать я понял артист сейчас сейчас начнем скоро уже релизы делать я думаю через пару недель уже будет первый релиз оно все есть сейчас в интернете там вконтакте но о них мало кто знает то что у них нет промо а может они сидят в провинции и не имеют нужных коннектов так скажем ну мы будем стараться им помогать и себя продвигать и как бы имея какой-то арсенал людей взаимодействующих гораздо проще двигаться чем вот одному как я всегда двигался и ну то есть что командная работа ну посмотрим я думаю что прокатит и мы еще всем покажем как бы за себя и вообще не сомневаюсь что ну я я порву всех нафиг в своем в своей прослойке слушателей вот для этого делаем многое ну и ребята тоже в своем стиле я думаю разорвут всех а стиль у них очень актуальный мамбл тот который сейчас везде рэп я понимаю но а не может такого быть что от того что это сейчас везде это будет уже неинтересно ну я тебе говорю что у чуваков очень своеобразный стиль который сочетает в себе и то что сейчас актуально в плане звучания и по смыслу прям знаешь душа русской глубинки и показания всех истин и реальных реалий улиц то о чем говорят улицы то что делает улицы собственно в их рэпе вот это все они молодые и крутые я думаю все будет круто ну будет 12 пакетов 12 пакетов везде шепчут 12 пакетов будет 12 я думаю то есть я планирую что эта группа у нас сократится название пакетов уберется останется только 12 вот и с Серегой мы пообщаемся постоянно он мне комментирует все мои песни и Серега пишет Сереге есть куча готовых текстов я пишу у нас есть куча наработок старых то есть у нас уже было пол альбома записано но мы потом как-то там не общались я был в Москве и так далее и так далее но сейчас мы это обновили подумали я подумал что типа то что мы писали до этого не очень актуально и поэтому сейчас рэп пишется 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 и такое взаимодействие идет мы планируем планируем я думаю 12 пакетов будут там будут интересные новые ребята на нем на фитах будут и известные какие-то чуваки будет 12 пакетов боюсь что не в этом году уже к сожалению в этом году мы уже не успеем ну 19-й год подарит нам альбом это хорошая новость я считаю да будут стрелять вообще воронежские ребята блин я очень надеюсь ну что потому что я вот опять же был уже 50 лет он там все рвется и делает причем хорошие там хиты грубо говоря вот у него вышел там про я не помню ну прям хитовая там песня и по-прежнему кто не знает будет воронежский рэп ну да 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 но я думаю воронеже должны при него были слышать много но опять он он делает круто но он по-прежнему на этом уровне я не знаю там тот же там чипа чип там что-то там пытается сколько лет там делает 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 да вот там у басты что-то он выиграл но этих ребят они делают уже хорошо круто но их по-прежнему нет там блять в этих строчках айтюнса ну строчках айтюнса во-первых появляются те кто делает хиты я не думаю что те кого ты назвал делают прям хиты и такие ну может быть а насчет бо хочу сказать что бо очень талантливый крутой парень вообще классный чувак мы с ним отлично общаемся но он себя позиционирует все-таки не так как артист ты зайди в его страницу инстаграма ты увидишь что он себя позиционирует ведущим и все мне кажется исходит именно из позиционирования то как себя человек кем считает на каком уровне он себя считает на каком на каком уровне он себя сопоставляет с другими то есть я думаю что он просто себя не позиционирует как топовый артист и все если бы он себя позиционировал его планка уровня того что он создает было бы выше понимаешь о чем я то есть в индустрии на самом деле как как может быть не кажется там очень высокая планка и звучание и понимание хитовости да и там все очень продумано очень качественно сделано то есть профессиональные артисты они реально профессионально этим занимаются они артисты это их профессия понимаешь они отдают этому очень много времени у них есть график у них есть менеджер то есть артист это определенный уровень развития то есть музыкант и артист рэпер и артист это разные вещи рэпер и музыкант это скорее хобби артист это уже нужно поработать чтобы заслужить это звание нужно прям его заслужить действительно слушай смотри знаешь как еще вопрос меня вот как ты короче относишься к тому что крафт вот именно как ты относишься мне интересно потому что крафт призывал идти на выборы мэра москвы и потом этот бесплатный концерт вот твое отношение то что в этом хорошо общаетесь в этом кореша вот но меня вообще не устраивает политическое дерьмо то что творится у нас в рашке то есть не очень мне нравится мне кажется должно быть как-то посвободнее то есть должны честно выбирать я думаю не так как сейчас сейчас это все как мне кажется на ему не в курсе ты не видел ты что за сколько ему заплатили почему он пошел до фига узнает но деньги заплатили и как бы почему нет значит вписался в такую тему я вряд ли писался бы в любую политическую тему если бы какие-то партии кого-то поддерживать я скажу не чуваки ну знаешь как скажут все это вопрос цены все скажут ну блять дадут тебе ли он ты сейчас пойдешь сразу собянина не я не материалист вообще для меня гола гораздо важнее люди для меня деньги это все лишь инструмент инструмент для каких-то для реализации своих возможностей но не цель далеко не цель ну что я думаю на этом можно заканчивать классу интересно было круто было долго классно скажи что мы снимали двором и снимали два раза передать я не знаю в каком виде все это в итоге выйдет на я думаю саня все сделать достойные все самое важное и сочное обязательно попадет возможно будет смазано подписывайтесь на чувака он вот такой крутой мэн мы ему подгоним гостей классных селебов чтобы он поднял свою планочку было неплохо мы постараемся сделать все все ребят до связи я напоминаю что можно там токи на себе получить бесплатно и стать богатым через три года или до два месяца тут как бы по-разному что